Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. Во время очередной своей прогулки в лес хочу поделиться с вами еще одним способом зарабатывания на криптовалютах. Он будет под номером 4. Предыдущее видео вы сможете найти на моем канале. В прошлом видео я говорил о майнинге, о том варианте, когда вы сами выбираете оборудование, приобретайте его, настраивайте, майните, следите за всем этим, обновляйте его, когда нужно. Питено устаревает, естественно. То в этом видео я хочу поговорить о майнинговых пулах. Ну, в принципе, затронуть можно также и облачные майнинги, промышленный майнинг. Кстати, недавно я публиковал отзыв о майнинговом пуле, одном из крупнейших майнинговых пулов мира, который в первую десятку, в топ-10 входит. по GitLab Network. Ссылку на этот отзыв я оставлю в конце, в рекомендованных видео. А здесь я в целом пробегусь по этой теме. Значит, смотрите, какая ситуация. Например, вы хотите майнить, идете в магазин и видите, что ферма нормальная. Нормальная ферма по ситуации на декабрь 2017 года стоит 300 тысяч рублей. Ну, 5 тысяч долларов, да, например? Примерно. Ну вот, такую сумму, ну, конечно, не каждый человек может выделить. А какие еще варианты? То есть, майнить на своем компьютере, ну, биткоин уже точно не получится. Какие-то альты, то есть, другие криптовалюты, ну, еще как бы, как-то вариант. Но они могут и не подняться со временем. Таки стоят копейки. Никто же не знает, как все это будет в дальнейшем развиваться. А вам очень хочется, например, биткоины майнить. Ну, вот такие вам варианты есть. И денег-то у вас немного. Ну, допустим, тысяч 40 у вас есть, там, 50, которые вы можете выделить на это. И куда идти? Вот как раз-таки рынок всегда реагирует на спрос. То есть, таких людей гораздо больше, чем тех, кто готовы целую ферму себе купить, да, майнить самостоятельно. Это же надо разбираться еще в технических моментах разных. И рынок, конечно же, предлагает варианты. Вот один из вариантов – это майнинговый пул. Ну, это фактически объединение или кооператив майнеров. Вы в таком случае можете выводить, допустим, не целой фермой, а долей фермы. Ну, и претендовать, соответственно, на долю той криптовалюты, которую она майнит. В таком случае стоимость входа будет, ну, порядка 35-40 тысяч рублей. Ну, вот из того, что я знаю. Ну, тот же битклаб, да? Вы будете владеть одним пулом, который будет вам какое-то количество майнить криптовалют. Окупаемость там, ну, от 3-4 месяцев. То есть, вполне себе хорошая окупаемость, при том, что у вас развязаны руки, за вас все это делают. То есть, вам не надо выбирать оборудование, следить, настраивать. Оно расположено в таком-нибудь дата-центре, в надлежащих условиях. Служиваться специалистами. То есть, вам в эти все вопросы вникать не надо. Вы живете дальше, как жили. Просто у вас добавился еще один инвестиционный инструмент, который в конечном итоге может, в общем-то, стать основным даже источником дохода для вашей семьи, для вашего семейного бюджета. Ну, а почему нет? Ведь кто бы знал, что Майкрософт, там, Гугл так сильно поднимут? А кто знал, что поднимется так сильно биткоин? Да никто не... Ну, кто-то знал, конечно. Точнее, не знал, предполагал. Вот почему вот Павел Дуров, например, да, создатель системы ВКонтакте, социальной сети и сети Телеграм, вложился в биткоины несколько лет назад. И теперь его вложение превратилось в десятки миллионов долларов. Ведь какой-то соображалка-то работает у человека. Умнейший человек современности, который порожден был русской цивилизацией нашей. Ну, вот жалко, что у нас такое отношение к таким людям, что вынужден был он эмигрировать. Умнейший человек таких будет, наоборот, поддерживать, давать им все условия, чтобы они в условиях России развиваться могли. Страна бы совершенно другой была, конечно. Но имеем, что имеем. Так вот, участвуя в майнинговой пуле, вы, конечно же, можете не только долю купить, вы можете целую ферму приобрести, можете приобрести конгломерацию фермы. Я не знаю, правильно ли я это слово использую. Заранее извиняюсь, если неправильно. То есть, вы можете владеть большим количеством даже вот этого оборудования. Оно будет вам майнить эти криптовалюты. При этом, никаких технических знаний вам не нужно. То есть, вам просто достаточно понимать, что происходит, и завести определенную сумму, которую вы готовы инвестировать в это дело. Вот в тот же майнинговый пул. Бегапный. Лично я сам, то есть, за себя, да, скажу, я именно этот вариант приключил. То есть, я не стал приобретать ферму, настраивать ее, устанавливать дома, следить там за ней, да. Я приключил именно в майнинговую пул. И, кстати, один из его плюсов еще в том, что майнинг идет, как будто бы вы майните на постоянно новом оборудовании, потому что там обновляется это все. Это все заложено уже в тарифы ихние, да. Ну, понятно, что они не бесплатно вам это все делают. Они претендуют на определенный процент. А когда мы купили ферму, мало того, что за ней следим, так еще и изнашивается это оборудование. Ну, как говорят, что на год хватает этой фермы, потом, в принципе, она уже бесполезна. И вот их выкидывают на рынок, они уже копейки, грубо говоря, стоят. И никто их покупать не хочет. Ну, по теме, как они разбираются. Что бесполезно, зачем они? А здесь вы майните. Причем, кстати, когда вы майните на своем оборудовании, оно у вас по мере износа и результативность понижается. То есть, ну, второе полугодие, допустим, да, использование, уже будет менее эффективно, чем первое. Ну, то есть, очевидно. Ну, и опять же, на рыночной цене, если вы берете, это же в 3-4 раза больше она будет стоить. Замучить и ждать, когда она купится. А в майнинговом пуле преимущество в том, что закупка идет оптовая, прямо с завода, производителя, по очень доступной цене. И то оборудование закупать, с которого на рынке-то еще нет. Слушай, я уж не говорю про рынок России, куда нам по остаточному принципу все привозят. Ну, кто в курсе, там, все новинки, они у нас несколько позже появляются. А в массовой доступности они появляются тогда, когда уже на Западе уже и не покупают. То есть, нам везут по остаточному принципу страна третьего мира. Поэтому, я не знаю, я вот для себя именно вот майнинг-вуху предхочу. То есть, у вас будет, конечно, свое мнение, как вы там решите сделать. И решите ли, да, потому что в основном люди смотрят и ничего не делают. Ну, такая вот у нас особенность человеческая, что мы можем просто полюбопытствовать, но ничего не сделать. Хотя, поговорка под лежачий камень куда-нибудь течет, вроде как с детства у нас это молучат, но не всегда почему-то мы прислушиваемся к народной мудрости. Ну, да ладно. То есть, в целом, вот так вот я это вижу. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, в комментариях пишите, с удовольствием на них буду отвечать. В комментариях также, либо же, если наберется достаточное количество, видео сниму отдельное. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Делитесь этим видео с теми, кто интересуется майнинговыми пулами. Ну, и подписывайтесь на мой канал, конечно же. Буду радовать и дальнейшему вас видео. Всего доброго. С вами был Лев.